Теплые лучи майского солнца ложились на бело-зеленые стены подъезда. Я быстро прыгал по ступенькам и, оказавшись на пятом этаже, начал рыскать по школьному ранцу в поисках связки ключей в потертом кожаном чехле. Ламинированный молния Макуин радостно улыбался и подмигивал с новенького рюкзака. Наконец, ключи забряцали в руке и замок мягко щелкнул, запуская меня в недра квартиры. В нос тут же ударил непонятный сладковатый запах, мерзко оседающий на корне языка и отзывающийся тошнотой где-то в желудке. «Фу, Ба, это чем у тебя тут воняет?» – крикнул я в темноту коридора, прокручивая барашек замка. Но мне никто не ответил, обычно бабушка сразу же встречает гостей в прихожей, если слышит их. Или откликается на крик и спустя пару секунд выходит, вытирая руки вафельным полотенцем, висящим на плече. Но в этот раз в квартире было тихо, только слышно, как на улице проезжают машины. «Ба, ты спишь?» Наступая на пятки кроссовок, я быстро скинул их около маленькой табуреточки, стоящей рядом с обувной полкой и побежал в комнату. Попав в гостиную, я осмотрелся. В одном конце диван, над которым висит большой ковер. Вдоль стен стоят хорошо сохранившиеся чехословацкие стенки, серван с хрусталем и аккуратный комод, над которым полочка с иконами и лампадкой. Дверь на балкон открыта. Белые длинные тюли развивает теплый майский ветерок. На полу прямо в длинной полосе солнечного света стоит ведро. В этой комнате пахнет сильнее, и подойдя к ведру, я, похоже, нашел источник запаха. Куча мокрых, уже подернутых плесенью полотенец. «Фу!» – скорчил я рожу. «Ба, у тебя тот суп из полотенец стух!» В ответ с кухни донесся громкий стрекот. Это сверчки, и вспомнил я. Отец рассказывал этим летом на даче. Я бросился туда. Неужели бабушка, как и обещала, поймала мне сверчков посмотреть? Дверь на кухню была прикрыта, и распахнув ее, я ввалился внутрь. Здесь воняло гораздо сильнее. На плите стояла белая кастрюля с облупившимися красными маками. На маленьком кухонном столе была свежепостеленная чистая клеенка. Бабушка сидела на табуретке, перед ней стояла тарелка супа, куда она утопала головой. Одета старушка была в привычный домашний халат. Морщинистые руки были сжаты в кулаки, и левая болталась, словно веревка. Лицом, которое покрывали сини-сероватые трупные пятна, она была повернута ко мне. Глаза были широко открыты, выпученный, распухший язык вывалился из беззубого рта, и на нем сидел жирный сверчок. Я судорожно выдохнул, пытаясь найти в себе силы сказать или крикнуть хоть что-то. Трупная вонь резала ноздри, глаза слезились, и все, начало плыть. Сверчок снова застрекотал. Из бабушкиного носа выпался рыжий таракан, и не удержавшись на верхней губе, упал в тарелку с протухшим супом, где уже копошилась добрая дюжина насекомых. Я вцепился в дверную ручку, словно падающий скалолаз в резервный трос, судорожно всхлипывая. И тут жирный черный таракан с белой кладкой на брюшке выпал с другой стороны двери, быстро побежал по моей ладони, скрывшись в рукаве. Почувствовав его на коже, я наконец нашел в себе силы закричать. По левой ноге у меня потекла теплая струйка мочи. Сверчок снова застрекотал. Подскочив на кровати, я начал стряхивать себя насекомых и, запутавшись в мокрой простыне, повалился на холодный паркет. Так, дышать, дышать. Никаких тараканов нет, это просто сон. Все давно прошло. Глубокий вдох. Спасибо сознанию, что напомнило и запаниковало. Теперь можешь отдохнуть. Выдох. Паника. Паника. Никакой паники нет. Я уже давно не там. Выдох. Вдох. Немного успокоившись, я все-таки поднялся с пола и, сбросив с руки, простынь сел на голый матрас. Сколько вообще времени? Все еще дрожащей рукой, я взял с пола заряжающийся на удлинителе смартфон и глянул на слепивший меня дисплей. 5.53. Ложиться обратно уже бессмысленно, все равно не усну, а если и получится, точно просплю. Еще немного посидев, я встал и, вытащив из шкафа махровое полотенце, отправился в душ. Темный коридор встретил меня холодом и зловещими тенями старых шкафов. Я быстро зажег свет и прошлепал в ванную. Та тоже не была особенно уютной. Старая белая плитка с почернившей замазкой в швах, ржавые трубы, хорошо, что хоть смеситель новый стоит, и пожелтевшая чугунная ванна. В потолке неплохих таких размеров дыра, через которую проглядывается старая дранка. Глубоко вздохнув, я прямо в сланцах, слишком брезгую чужими ваннами, забрался внутрь и включил душ. Тут же с криком отскочил, выругался. Вода была просто ледяной. Попробовав покрутить вентили, я не получил никакого результата. Ну класс, еще и воды горячей нет. Кое-как, совершив утренние ритуалы, я уже окончательно без настроения протопал в кухню. Старые шкафчики и тумбочки, некоторые из которых были заляпаны каким-то тысячелетним слоем жира, привалились к стенам, словно дряхлые старики, кажется, пальцем тронь развалится. Две старых, уже давно не белых плиты. Мой угол был из одного набора, хоть где-то повезло. И тумба, и шкафчик были светлые, а-ля мраморный гарнитур из двухтысячных, и от драйна и до блеска. Вспыхнула спичка, синие языки пламени на конфорке стали облизывать дно алюминиевой турки. Пара минут, и квартиру наполнил аромат свежего кофе. Это немного подняло настроение, я даже начал напивать себе что-то под нос, пока нарезал плавленый сыр. Как вдруг... Пшшшш... Развернувшись, я увидел, как кофе бурыми струйками побежала на плиту. Ну твою-то мать! Простонат, я быстро выключая огонь. И вот куда тебе, собака, в шесть утра надо-то? Ладно, ситечка, молоко красиво клубится в чашке. Два больших глотка, и кажется, что, возможно, все не так уж и плохо. Только заселившись сюда, я обрадовался, что у меня не будет соседей по квартире. Но временами в такое пасмурное питерское утро, как это, когда я завтракаю на кухне в полной тишине, мне бы, может быть, и хотелось, чтобы где-то за стенкой копошились соседи, собираясь на работу или учебу, журчала бы вода в ванной, и кто-то, быстро пробегая по кухне, бросил бы мне доброе утро. Ладно, пора одеваться. Допив кофе, я помыл посуду в раковине, наплевав на указ арендодателя, сморщенной, будто курага старой бабульки в круглых очках, не сливать туда кофейную гущу. Уже вытирая руки кухонным полотенцем, я бросил быстрый взгляд на чужую плиту и, закричав, подскочил. На желтом, вечно неоттираемом пятне жира сидел длинный рыжий таракан. Дыхание сперло, периферию зрения размыло. Какого хрена? Мне сказали, что их здесь нет. Господи боже! Руки затряслись, а мерзкая тварь медленно шевелила длинными усами, словно смотрела прямо на меня и смеялась. Бабушка... Паника уже запустила под кожу когти, готовясь атаковать. Я несколько раз судорожно вдохнул, выдохнул и, сняв тапок, начал осторожно приближаться к плите. Насекомое не двигалось с места, я занес руку и резко, так что хлопок прокатился эхом по всей квартире, опустил сланец. Но таракан каким-то чудом невредимым выбежал из-под мыска, словно издеваясь, сделал круг по комфорке и скрылся между стеной и плитой. Твою мать! Твою мать! Я чувствовал, как голос осип, а в носу уже покалывало. Продолжая держать тапку в руке, я рванул к себе в комнату. Я даже не помню, как оделся и выбежал из квартиры. Уже спускаясь по просторной парадной, я немного успокоился, считая ступеньки. Холодный осенний ветер тоже внес свою лепту в отрезвление. Быстро вытащив пачку Golden Lion 100, я прикурил длинную сигарету, пока слушал гудки в телефонной трубке. Да, сынуля, привет. Наконец раздался на том конце голос матери. Мам, какого хрена? Вы говорили, их не будет! Кого не будет? Что случилось? Заволновалась она. Тараканы, млядь! Я только что одного на кухне видел! Он убежал за плиту! Так, не ругайся и не переживай, тебе всего две недели отжить осталось, потом переедешь в студгородок. Две недели ты уже отжил, никого не было, так? Прибежал, наверное, купишь мелок, помажешь и все. Какой мелок, мам? Закричал я так громко, что даже пара собачников со шпицами неодобрительно покосились на меня. Новое жилье мне найдите! Сынок! Она даже опешила. Ну на две недели, и потом за это деньги, отданы. Уж потерпи как-нибудь, всего две недельки. Ты не заметишь, не переживай. Давай я тебе денежку переведу, купишь всякие мелкие дихлофосы. Я понимаю, что... Ясно. Перебил я ее. Спасибо за заботу, мамочка. Последнее слово я желчно выделил и скинул трубку. Собственно, ничего другого я и не ожидал. Конечно, я понимаю, что с деньгами вопрос обстоит острое, что слишком эмоционально разговаривал. Но как еще? Я просто физически не могу жить с этой гадостью в одной квартире. Надо остыть и подумать. Дорога. Желтые листья шуршат под ногами. Метро. Утренняя давка. Поскольку я вышел чуть раньше, у меня было время встретиться с девушкой, и я написал Саше. Выйду на пару станций раньше, поговорю чуть-чуть с ней и потом прогуляюсь. Саша стояла в своем пальто и бежевом берете, красивая, словно с картинки. Осветленные волосы развивал ветер, заодно захватывая полы ее тренча. Привет. Она чмокнула меня в губы. Ну, чего ты такой? Девушка нежно пригладила волосы на моей голове и поправила ворот куртки. Привет. Таракан с утра был на кухне. Меня к вам в общагу не пустят ночевать? Таракан? Задумчиво протянула она. Да. Мама, блин, сказала просто мелкие купить. Так. Саша сосредоточенно поправила на носу очки. Не переживай и успокойся. Две недели не было, значит не местный. Но не ты же их развел. Купим мелкие, я к тебе вечером приду и все посмотрим. Она снова чмокнула меня. Пойдем быстро в маке кофейку возьмем. Не переживай. Саша приобняла меня за плечи и направила к фасаду здания со светящейся желтой буквой М. В тот вечер мы вернулись домой вместе с полным набором всякой химии. Можно и свою службу дезинфекции открывать. Хихикнула Саша, натягивая маску. Обработав всевозможные углы, мы вывалились в подъезд. В квартире было невозможно дышать, поэтому погулять стоило хотя бы минут десять. Ну вот, видишь, ни одного не встретили. Шальное был, наверное, какой-то. Приблудился. Она потерла белый след отрицательный, резинки на щеке. Не знаю, шальной не шальной, но перестраховаться стоило. Ответил я, раскусывая оранжевую кнопку в фильтре. Может, до булочной? Вдруг встрепенулась она. Я так и застыл, не успев поднести огонек к сигарете. Вот так? Подкуриваясь, я показал на нашу одежду. Домашние шорты и футболка с тапочками. Не май месяц на дворе. Да ты и в мае пальто напялишь. Рассмеялась она. Как в пятом классе. Да, шедевральная картина. Девушка сделала широкий жест. Все стоят, греются на солнышке, и Женя красный как рак в пальто и кепке. Да иди ты. Улыбнулся я. Мне его только купили тогда. Ну так пойдешь? Не, я дурак что ли? Ну как хочешь. Пожала на плечами и побежала вниз по лестнице, и мне пришлось идти. Конечно, на полпути выяснилось, что денег ни у кого с собой нет. Я вернулся за кошельком. На обратной дороге я вспомнил, что нужно поискать объявление, и выяснил, что горячей воды не будет еще четыре дня. Саша только рассмеялась, щелкнула меня по носу и сказала, что моржовые усы заставит сбрить. Сегодня она решила остаться у меня, и остаток вечера мы провели за просмотром фильмов. Знаешь, Жень, задумчиво сказала девушка, лежа у меня на груди и не отрываясь от экрана. Продолжая жевать трубочку с кремом, она свободной рукой накручивала локон волос на палец. А я ведь тебя люблю. Я тебя люблю. Спасибо, что помогла. Я обнял ее. С моей слойки ей на живот тут же посыпались крошки. «Эй, хрю-хрюшка!» – крикнула она, стряхивая из себя кусочки теста. «Сегодня дают горячую воду, и жить мне осталось ровно неделю. Господи, как же я вымотался за эти дни. Мне постоянно кажется, нет, я точно замечаю боковым зрением, как где-то то и дело пробежит таракан. Иногда по ночам я просыпаюсь из-за стрек от осверчков, но не могу понять, приснилось мне это или нет. Достав из холодильника, где осталась только запечатанная еда, плавленый сырок и маленькую булочку в полиэтилене, я вышел из квартиры с одноразовым стаканчиком в руках, куда дома залил свежесваренный кофе. Присев на скамеечке в парке, я позавтракал и отправился в универ. «О, Женя, чё-то часто тебя теперь в рядах столовских видно!» За столик нам с Сашей подсел бритый светлый парень в спортивном костюме. «Привет, Слава!» «Чтобы показаться классной, что в вуз поступит!» И поступил. «Привет!» Саша тоже пожала ему руку. Не успел Слава бросить свой контейнер с Оливье, как к нему сзади подошли две девчонки, обе как инь-янь. Одна блондинка, другая брюнетка, светлая в черной кофте, а темная в белой блузке. «Слав!» Начала брюнетка. «Мы не можем завтра пойти! У нас планы меняются!» Добавила блондинка. «Это почему же? Обратно-то они не могут поменяться!» Спросил Слава. «Не-а!» Помотала головой блондинка. «Вообще никак!» Добавила брюнетка. «Что ж, грустно!» Вздохнул Славик, принимаясь за салат. «Кстати, это Саша и Женя!» Он поочередно указал на нас. «Они тоже с Ростова, а это?» Он указал на девушек. «Вика и Лиза!» Лиза была блондинкой, а Вика брюнеткой. Мы с Сашей поздоровались. «А вы в каких школах учились?» Спросили Славины подружки хором. «Мы из одной, двадцать восьмой!» Ответила Саша. «Вместе там учились, вместе и сюда поступили!» «Ух, круто! Мы из тридцать третий!» Сказала Лиза. «А почему мы тебя в общаге не видели?» Повернулась она ко мне. «А я там не живу, временно квартиру снимаю, но вот через неделю уже выйду!» Ответил я. «Проблемы там у них какие-то с комнатой!» «Понятно!» Вика хлопнула подругу по плечу. «Барышкин выходит, пойдем си густринем!» Лиза кевнула, и они спешно бросили нам. «Ну, в общем, теперь знакомы, если что, заходите к нам, потом спишемся, Слав!» И выбежали из столовой вслед за прилизанным парнем в пиджаке. «Ну что ж...» Слава забросил в рот последнюю вилку салата и откинулся на стуле. «Поскольку вечер не удался, предлагаю вам двоим сходить со мной в кино». «А что за фильм?» Спросил я, отодвигая пустую тарелку в сторону и принимаясь за компот. «В любом случае, на продолжение можешь не рассчитывать!» «Проклятие на Бальд 2! Да больно ты нужен кому! Можно?» Слава указал на граненый стакан в моей руке. «Конечно, держи!» Я протянул ему компот, и он, сделав два больших глотка, вернул его обратно. «Мы уже смотрели пиратку недавно!» Ответила Саша. «Да? И как?» «Да, в общем-то, ничего особенного!» Пожала она плечами. «А мне зашел! Люблю ужастики про кукол!» Ответил я. «Давай сходим, я еще раз посмотрю!» «Да ну, я не хочу его второй раз смотреть! Ну такая! Еще Иван опять со скримерами борщит! Догона хоть тысячу раз могу пересматривать!» «Да ты его уже больше замусолила!» Хохотнул я. «И что? Страх перед могучей стихией и тем, что она таит вечен!» Заговорщицки нагнулась она к столу. «Страх перед куклами – это эффект зловещей долины, считаю, один из лучших и одновременно подлых приемов, потому что штука жуткая и работает всегда, бьет по подсознанию зрителя». «Парировал я!» «А подсознание всегда с нами было и будет, так что это тоже можно считать древним страхом, который вечен!» «Ну, я не думаю, древние люди боялись кукол!» Засомневалась девушка. «Фарфоровых и одержимых демонами из Библии нет, но самый эффект зловещей долины существовал всегда. Откуда и зачем, по-твоему, взялись все эти идолы, страшные ритуальные и военные маски? Все отсюда идет!» Я постучал пальцем по виску. «Да даже твой догон человекоподобный, так что вполне может считаться!» «А мне вот триллеры без мистики нравятся, про людей!» Сказал Слава. «Потому что то, что живет внутри нас, куда страшнее любой твари из темного угла или со дна океана. А знаете почему? Потому что внутри нас только мы сами и есть!» Он щелкнул по столешнице, как бы ставя точку, и откинулся назад. «Ну ты философ!» Одобрительно закивал я. «Так что, идем?» Вопрос был адресован Саше. «Я не хочу!» «Ну, я тогда тоже не пойду!» «На то мы порешили!» Кивнул Слава. «Если передумаете, то звоните, сеанс ночной!» «Окей, но вряд ли!» Сказал я. «Сегодняшний вечер должен быть получше! Сегодня наконец-то отдают горячую воду!» Завалившись домой, я разделся и, немного потупив телефон, отправился в душ. Уже засалившаяся голова чесалась, да и вообще я соскучился по горячей воде. Немного покрутив вентили, я выстроил комфортную температуру и шагнул под потолок воды. Балдеж! Все-таки как же тяжело жить без привычных удобств! Еще немного понежившись, я выдавил на голову шампунь и закрыл глаза. Принялся размазывать его по волосам. Настроение улучшалось, напряжение и усталость подали. Я начал громко распевать. Все-таки один из плюсов отсутствия соседей – возможность шуметь, когда и как хочется. Вдруг голова в одном из мест зачесалась, будто в волосах что-то запуталось. Я плавно перешел туда и почувствовал под пальцами что-то жесткое. В затылке вдруг появилось такое же ощущение. Тут нечто под моими пальцами зашевелилось, перевернулось, и я почувствовал мягкое брюшко и цепкие лапки. Паника проснулась где-то в желудке, расправляя кожистые крылья. Об макушку мне вдруг стукнуло что-то твердое. Открыв глаза, я задрал голову и тут же закричал. Из темной щели там, на потолке, где обвалилась штукатурка, на дранке ползли тараканы. Огромное количество тараканов. Большие, маленькие, черные, рыжие. Они быстро бегали по потолку, сливаясь в одну омерзительную массу. Несколько из них упали мне на лицо, царапая распаренные щеки с жесткими лапками. Не выдержав, я заорал, мотая головой. Насекомые посыпали сверху, словно конфетти, казалось, все мое тело было покрыто этой мерзостью. Я чувствовал, как они копошатся у меня в волосах, ползают по коже, забираются в уши и норовят заползти в открытый рот. Я вывалился из ванны, срывая голубую шторку и, приземлившись на кафельный пол, принялся кататься из стороны в сторону. Чувствуя, как мелкие твари лопаются на мне, превращаясь в липкую кашицу. Нет, нет, нет! Орал я яростно, ероша волосы и вычесывая пальцами оттуда десятки тараканов. Попытавшись встать, несколько раз поскользнулся на влажном полу, схватил полотенце и, въехав плечом в дверной косяк, выбежал из ванной. В спину мне ударил волной звук острёк от десятка сверчков. Глаза застилала пелена паники, дыхание перехватило. Вбежав на кухню, я распахнул окно и высунулся туда чуть ли не наполовину. Ледяной ветер чуть-чуть собрал мысли в кучу и позволил мне вернуть немного контроля над собой. Так, дышать, дышать, это просто жуки. Убрался я от окна, только когда стало безбожно трясти от холода. Оглядев себя, я поморщился и тут же рванулся к раковине. Меня вырвало. Мерзость. Я весь был покрыт давленными тараканами, бледная кашица внутренностей насекомых была размазана по животу, бёдрам, рукам и лицу. В волосах застряли кусочки панцирей, лапки и расплющены тельца. И всё это жутко воняло. Первым делом я вытер лицо, на ткани остался красный след. Быстро осмотрев себя в отражении оконного стекла, я увидел, что рассадил себе лоб. Тело снова начала бить дрожь, но кое-как взяв себя в руки, я отвесил себе пару плюх и тут же зашипел. Любое движение левой руки, как оказалось, тут же отдавалось болью в плече, неплохо так я врезался. Кое-как оттеревшись от этой мерзости в раковине с помощью двух полотенец, я стоял голый на кухне и не знал, что делать. Сейчас я был в некой прострации и не отдавал себе отчётов происходящим. Казалось, как только мозг раскроет этот защищённый кокон от решённости, моё сознание сразу расплавится или отключится. Стрёк от сверчков в ванной стих, но я больше никогда в жизни туда не войду. Не представляю, что там творится. Не знаю, сколько я так стоял, прежде чем из раздумий меня вырвал телефонный звонок. Механически переставляя одеревеневшие ноги, я прошёл в комнату и взял трубку. «Евгений!» Строгий голос отца на том конце провода звучал так, словно динамик находился на другом конце пятиметровой трубы. «Ты почему так с матерью смеешь разговаривать? Кто тебе позволил вообще?» «Мать в слезах, а он ещё и не звонит ей, не извиняются!» «Да ты!» «А кто, скажи, послал меня тогда к бабушке?» Перебил я его. Отрешённость вдруг резко, как картинка в калейдоскопе, сменилась злостью. «Может, и не было сейчас бы ничего, если бы вы тогда не засали туда идти? А вы знали, что она не отвечает? Знали и послали меня! Мне было девять, мать вашу лет!» «Так, послушай, щенок, ты как смеешь со мной так разговаривать?» Вскипел отец. «Думаешь, тебя туда специально послали? Да ты и разрешения не спросил, сам туда побежал!» «Да, ты видел ужасные вещи, но это не значит, что стоит теперь до конца дней обвинять всех и все в своей слабохарактерности!» «Жизнь вообще мерзкое дырьмо, если ты не знал!» «Хочешь и дальше ныть, и винить во всём плохих мамочку и папочку?» «Валяй! Только без моего участия! Тебе уже не девять лет!» «Иди!» Я только набрал воздух в лёгкие, как отец скинул вызов, и в трубке раздались короткие гудки. «Старый чёрт!» Выругался я, замахивая стену телефоном, но тут раздался звонок в дверь. Медленно опустив руку, я прошлёпал к двери и распахнул её. На пороге стояли Слава с Сашей. Оба вытаращились на меня, словно привидения увидели. «Эво как? Давай-ка, дружок, проходи внутрь!» Сказал Слава, аккуратно бери меня за плечо. «Женя!» Только и выдохнула Саша, проходя за нами и закрывая дверь. Только тут я посмотрел на себя и понял причину их удивления. Я был всё ещё голый, посиневший, покрытый гусиной кожей от холода, видимо, из-за открытого окна, с телефоном в руках и рассаженным в кровь лбом. Охнув, я скрылся в комнате одеваться. «Жень, это уже переходит все границы, превращается в маразм!» Саша строго глядела на меня, сложив руки на груди и оперевшись об одну из чужих кухонных тумб. «Ты уже дома есть перестал, всё время в столовке деньги тратишь, ко мне постоянно в общагу напрашиваешься». «Или ко мне. Я, конечно, не особо в курсе, но чё-то странно всё. Я вот как раз Сане предложил отдохнуть и всё обсудить вам обоим, раз она нервничает», сказал Славик, сидевший на стуле и кидавший в рот арахис васаби. В ногах у него стоял пакет из красного и белого, в котором угадывались несколько бутылок сидра фруид-вагон. «Ты ничего не готовишь, у тебя даже продуктов нормальных нет, как раньше». Продолжила Саша, открывая дверцу холодильника и являя миру мои скудные запасы запакованной еды. «О!» Она протянула руку и взяла баночку Дониссима с черносливом. «Правильно, уничтожь вредоносные запасы и раскулач этого буржуя!» Хохотнул Славик. Я просто сидел, одетый с заклеенным лбом, повесил голову и даже не знал, что ответить. «А что, если я и правда схожу с ума?» То, что произошло в ванной, я им рассказал сразу же и Слава сходил проверить, но ничего. Никаких следов недавнего кошмара, недавленных тараканов на полу, ни ползающей живности, ни стрёк отосверчков. Только вонь от меня осталась и кровь на кафельном полу. Но Саша быстро списала это на мою паранойю. «Я ведь не дура, Жень, и не первый день тебя знаю. Я вижу, что-то происходит и вижу, что эти изменения не в лучшую сторону». «А что, кстати, происходит-то?» Спросил Слава, подходя к раковине и стряхивая с рук кружки. «Ой, это долгая история», — отмахнулась девушка, орудая ложкой. «Ты ведь даже с мамой поругался, она мне звонила, понимаешь?» Я молча кивнул. «Хм, не знала, что в этот йогурт теперь цельный чернослив кладут». Я поднял голову и в ужасе открыл рот, глядя на неё. Саша сначала недоуменно смотрела на меня, а потом вдруг её глаза расширились, наполнившись ужасом и пониманием. Из уголка её розовых, подведённых нюдовым блеском губ, торчала длинная, слабо подёргивающаяся тараканья ножка. Саша тут же содрогнулась, её вырвала прямо на пол. На досках в луже рвоты были видны кусочки уже пережёванных насекомых. Баночка с йогуртом выпала у неё из рук, расплескав по полу белое содержимое с чёрными вкраплениями тараканов. «Фу-фу-фу!» – визжала Саша, бесконечно вытирая, высунутый язык кулаками, сплёвывая и впустую отрыгивая. «Ёма, ну и дрянь!» – выругался опешивший от такого зрелища слава. Тут позади него раздался странный, приглушённый, булькающий звук. Тут же из слива раковины пошли чёрные пузыри, ядрёно завоняло тухлой водой, пищевыми отходами и... кофе. Затем чёрная жижа из кофейной гучи и объедков запузырилась, а потом выстрелила вверх, словно фонтан, окатив кухню и всех нас этой мерзостью. Я заорал, слава громко и забористо выматерился, а Саша завизжала. Во влажной гадости, забрызгавшей всё вокруг, шевелились насекомые. Уши, словно ножовкой, резал стрёка сверчков, ворочавшихся в объедках. Тараканы забегали, словно создавая вокруг нас безумный и хаотичный хоровод. Слава пытался отряхнуться, прыгая на одной ноге и шлёпая себя по телу. Саша визжала, пытаясь вытряхнуть насекомых из слипшихся от мерзкой жижи волос. «Теперь вы мне верите?» Заорал я, пытаясь перекрыть весь этот гомон. «Валим нахрен!» Паника снова размазала периферию, сперло дыхание, заломило затылок. Я уже рванул к выходу из кухни, как вдруг замер с поднятой ногой. И все замерли. Казалось, притихли даже эти гадкие насекомые. Из коридора раздался необычайно громкий, словно усиленный в десятки тысяч раз, стрюк от сверчка. Тут же что-то грохнуло с деревянным стуком ударившись о стену и упав на пол. Заскрепели половицы и через несколько секунд в дверной проём кухни просунулись громадные лапы, поблёскивающие хитиновыми зазубринами. Затем показалась голова. Тёмно-песочного цвета, размером, наверное, с мяч для гимнастики. Две пары чёрных фасеточных глаз сверкнули в тусклом свете кухонной лампы. Бесчисленное количество длинных усов двигались, словно связкой щупались под электрошоком. Шесть хелицер медленно ходили из стороны в сторону вниз с мерзкой пасти. Жвалы крупные по отношению к голове, как у стрекозы, открывались, и на пол с шипением капал желудочный сок ужасного насекомого. Оно уперлось лапами в стены, кроша старую штукатурку и стало подтягивать своё сегментированное омерзительное мягкое тело, держащееся ещё на, по меньшей мере, двух десятках лап. На конце брюшка располагались два длинных бледно-жёлтых хитиновых жала, а на спине было бесчисленное количество рудиментарных крыльев, которые тёрлись друг от друга, издавая этот ужасный, разрывающий мозги стрёкат. В глазах у меня потемнело, пол поплыл под ногами, и я схватился за плитку, стараясь не упасть. Саша снова истерично закричала и бросилась к выходу прямо в объятие к монстру. Слава попытался схватить её, но девушка дёрнулась, и в его кулаке остался лишь обрывок белой, испачканной кофейной жижи блузки. А я... я ничего не мог поделать, мне было слишком плохо. Я был слишком слаб. Тварь расставила хелицеры в стороны и низко застрекотала. Тут же она вонзилась в грудь Саши, пробив ребра, словно картон. Девушка вдруг поперхнулась, ойкнула, и взгляд её прояснился. Она посмотрела на меня своими ясными голубыми глазами, в которых была лишь боль и вопрос «почему?». Я не мог на него ответить. Саша закашлялась, и изо рта у неё потекла густая, тёмная, алая кровь с какими-то комочками. Тварь дёрнула хелицерами, оторвав девушку от пола и притянув к себе. Саша вскрикнула от боли, но уже как-то слабо. А я видел, как торчат из стены моей девушки окровавленные острия челюстей насекомого. Тварь раскрыла жвала и вцепилась ими в лицо Саши. Я услышал мерзкий хруст и чавканье, а затем голова оторвалась от шеи, и монстр сжал череп Саши, словно остудный футбольный мяч. Этот хруст был ещё хуже. Я видел, как по жвалам стекают розово-красные потёки, как челюсти скребут по черепным костям и крошат их, пока тварь жует голову. Ноги у меня стали ватными, а руки потеряли чувствительность, словно отморожены. По ногам потекло что-то тёплое. На светлых брюках расплылось тёмное пятно. «На-на-на-нахрен!» Заикаясь, выругался Слава и, схватив старый табурет, бросил его в окно. Стекло разбилось, как будто бесшумно, всё перекрывал стрёкот. Затем парень быстро перемахнул подоконник и сам. Последнее, что я слышал, его крик, сначала испуганный, потом полный боли. Я остался один на один с этим ищадя мада. Я, ослабевший, испуганный, обмочившийся, должен бороться с ним самим. Или же умереть. Тело Саши мягко соскользнуло с хелицер и тварь двинулась на меня, топча труп девушки своими бесчисленными лапами. Я ничего не мог с собой поделать и словно прирос к месту. Дышать стало нечем, а тварь исходил омерзительный запах помойки. Один из усов ощупал мою щёку. Он был шершавым и влажным. Меня передёрнуло, и этот импульс будто снял оцепенение. Я отшатнулся от мерзости, и хелицеры впустую щёлкнули в воздухе. Схватив сплитый чайник, я швырнул им в монстра, посудина с глухим стуком отскочила от хитиновой морды и покатилась по полу, расплёскивая воду. Тварь застрекотала ещё громче. Чёрт, чёрт, что же делать? Я начал отступать и кидаться в невидимую гадину всем, что попадалось под руку. Чашки, вилки, тарелки, я в попыхах выдвинул один из чужих ящиков. Мне на глаза попался старый кухонный тесак. Обрадовавшись, я схватил его. Ручка была какой-то липкой, плохо вымытой, но сейчас это совсем не важно. Тварь уже подползла достаточно близко, и я еле успел отбить два хелицера, которые метились мне в живот. Затем ещё удар. Два, ещё три. Наша схватка напоминала фехтование, я бесконечно отступал, отражая удары конечности насекомого. Оно прижимало меня к стене, и нужно было выгадать момент и атаковать, но я просто не успевал. Наконец, лезвие тесака скользнуло чуть вниз к суставу хелицера, и я отрубил его. Из раны закапала жёлтая, похожая на блевотину жижа, а отрубленная конечность упала на дощатый пол. Тварь резко дёрнула туловищем, своротив обе газовые плиты, и застрекотала выше и громче. Есть! Я начал орудовать тесаком активнее, и через пару минут уже лишил насекомой шестиконечностей. Шаг вперёд. Удар. И тесак приземляется в один из фасеточных глаз, тот лопается с тихим хлопком, его содержимое окатывает мою грудь. Буляцкая, словно раскалённым маслом плеснули. Одежда мгновенно задымилась, вплавляясь в тело, а кожа зашипела, сползая на пол кусками. Я заорал и отшатнулся, и тут же одна из передних зазубренных лап врезалась пилой мне в предплечье. Тесак звякнул, упал на пол, а рассечённую руку пронзила тупая боль. Насекомое застрекотало ещё на октаву выше и начало прижимать меня спиной к разбитому окну. Я здоровой рукой хлопнул себя по карманам, ища спасения. И нашёл его. Длинная пачка Golden Lion с зажигалкой внутри была в кармане брюк, и я выудил её здоровой рукой. Плиты свёрнуты, газовые трубы наверняка повреждены. Конечно, нужного мне запаха я не чувствую в этой какафонии вони, но я уверен, что оно есть. Да и потом, другого-то выбора всё равно нет. Я сел на подоконник и, выудив пачку из кармана, быстро вынул оттуда сигарету, крутанул колёсико зажигалки, высек искру. Пламя чуть трепыхалось под оконным ветром. Быстро закурив, я выдохнул дым и щелчком отправил сигарету куда-то за одну из плит, выварился из окна. В воздухе я перевернулся один раз и приземлился, как кот на ноги. Вот только они не выдержали, подломились, прострелив всю нижнюю часть тела острой болью. Чуть поотдаль славика уже обступили люди, а я услышал гомон их голосов. Сквозь пелену боли слышал крики людей. «Господи, ещё один!» Закричала какая-то пожилая женщина. «Да вызовите вы уже скорую кто-нибудь, мужчина!» «Да, да, двое пострадавших, один без сознания, выпали из окна третьего этажа. Молодые парни, Ольги Бергольц, 2715!» Судя по голосу, молодая девушка, но ещё чётче я слышал отдалённый яростный стрек от сверчка. А потом всё перекрыл взрыв. Очнулся я в незнакомом помещении. Белые стены, люминесцентные лампы под потолком, едва уловимый запах лорки. Ноги не слушались. Приподнявшись, я увидел, что обе загипсованы, всё тело жутко болело и в горле пересохло. Тошнило. Дверь открылась, и в палату зашла тучная женщина в белом халате. Она несла ведро и швабру. «Слава!» Прохрепел я. Вырывающиеся слова царапали горло, будто наждаком. «О, проснулся!» Недовольно прогносавила женщина, поставила ведро на пол. «Какой Слава! Второй-то, который с тобой прыгал! Вон он, рядом лежит!» Она кивнула на соседнюю койку. Повернувшись, я и правда увидел того же своего забинтованного Славу. Он спал. «Не вертись! Сейчас доктор придёт!» Она вышла из палаты. Я осторожно повернул голову, рассматривая спящего друга. Гипс, повязка на голове, синяки под глазами и трубка капельницы, змеящаяся со стойки возле славиной кровати. К счастью, мы оба живы. Как только смогу ходить, уеду отсюда. Непременно уеду куда-то, где нет мерзких насекомых, чтобы никогда больше в жизни не слышать этот мерзкий стрёкот. И тут, приглядевшись, я похолодел. Крик замер в горле. По прозрачной трубке к славиной руке, неспешно переставляя лапы, полз жирный чёрный таракан. Ну что ж, дорогие друзья, скорее всего, его подруга не выжила, а друг слава, скорее всего, также погибнет, потому что тараканчик сделает своё дело. Надеюсь, вам история понравилась так же, как и мне. Ставьте эмоди тараканчика. Если что, можно, допустим, написать «Таракан есть поиск по эмоди» и можно оставить его в комментариях. Ну а я с вами, как и всегда, на этом не прощаюсь, ведь мы услышимся в следующей жутко интересной истории.